Начальник ГИБДД Александр Усцов подвел итоги работы за полгода. Статистика положительная, особенно по ДТП с участием пьяных водителей. Недавно гаишники получили партию новых алкотестеров. Теперь вовсю пресекают нарушения с их помощью. По регионам 7 месяцев количество выявленных пьяных водителей, что административный протокол по ст. 12.8.1 административная водительница возросла на 6,7%. При этом количество ДТП с водителями, управляющими транспортные средства, в состоянии объединения сократилось на 30,6%. А вот на железнодорожных переездах ситуация хуже. И само их состояние вызывает критику. И нарушений здесь не убавляется. Всего за 7 месяцев 2009 года выявлено дежурными по переезду 608 нарушений правил проезда через переезды, из которых два закончились дорожно-транспортными происшествиями. Для выполнения федеральной программы и улучшения показателей комиссия решила продолжить профилактическую работу. Глав муниципальных образований обязали принять свои программы по безопасности дорожного движения. В Кирове такая уже действует. Замглавы администрации рассказал о планах на этот и следующий год. В этом году мы рассчитываем на поступление федеральных денег. И за счет их выполним достаточно большие, по нашим меркам, объемы капитального ремонта на четырех участках или отдельных улицах. Работы уже развернуты. В этом году отремонтируют Маклина, Солнечную, Миро и Ленинградскую. Начнут расширять улицу Воровского и построят подземный переход у Расцвета. А в следующем году, по словам Павла Кошкина, в Кирове появятся два надземных перехода на улице Ленина. Разработчики проекта считают, что это снизит количество ДТП с участием пешеходов. Евгения Демина, Николай Чалов, Бюро новостей Довича.